Он еще не видит реакцию жюри. Просто поет высоко и звонко, без лишних слов. Главное – голос. А он есть. Судьи разворачиваются почти одновременно. Когда номер окончен, аплодируют стоя. Получилось. Как тебя зовут, удивительная музыкальная шкатулка? Артем Фокин. Откуда ты? Я из города Севастополь. Удивительно. Удивительный голос 13-летнего севастопольца оценили все. Но выбор Артема пал на Полину Гагарину. Она и стала его звездной наставницей. Так для выпускника 3-й севастопольской музыкальной школы началась другая школа – вокального телепроекта. Мы подавали заявку два года подряд. Мы проходили прослушивание. Мы готовились к прослушиванию. Мы туда приезжали на предкастинг, но мы два раза не попали. Это уже третий раз наш. Данное шоу нам помогает расти и психологически, эмоционально, и технически, вокально, потому что мы решили, что нужно изначально поднять планку для того, чтобы пройти в проект. Не только пройти, но и продержаться как можно дольше. Ведь он – севастополец, а значит, умеет сражаться за победу. Ночью гроза, а на утро туман, солнце остыло совсем. Давние воли идут чередой, пусть собираются все. Это уже дополнительный этап конкурса. Артем исполняет песню Витаса, опера номер два. За кулисами мама поддерживает. И не только она, телезрители, весь Севастополь. И снова получилось. Но самое важное еще впереди. Сейчас мальчик готовится к финалу и суперфиналу. В кратчайшие сроки нужно выучить две сложные песни. Какие именно для зрителей пока секрет. Интригу держат до последнего. Когда будет финал, будет зрительское голосование. Вот он споет одну песню, но зрители проголосуют. В случае прохождения его в суперфинал, тут же в этом же эфире он поет вторую песню уже, как в суперфинале. И снова будет опять голосование уже за победителя вообще всего проекта. Полина Гагарина общается с подопечным через соцсети. Проходят и репетиции с оркестром. Перед финалом Артем волнуется, но верит в лучшее. Я думаю, что у меня шансы высоки, потому что я исполняю другую музыку. Мои конкуренты исполняют эстраду, а я исполняю классику. И я думаю, что этим я от них отличаюсь. И у меня есть очень много шансов. Артем Фокин – студент Международной школы вокала. Он не раз побеждал в музыкальных конкурсах, причем не только городских. Увидеть его новое выступление в шоу «Голос дети» можно 24 апреля на Первом канале. И пусть все получится. Анастасия Синица, Новости Севастополя.